всем привет сегодня этот ролик произошел если вы не видели предыдущий обязательного гляньте чтобы понять контекст сегодня мы поговорим про то что произошло с моей жизнью и каналом самый важный момент то что я сейчас перешел на mac и тут с fl немножечко есть проблемки определенные есть проблемы в том чтобы писать комфортно мне музыку она почему-то лагает я подумал почему бы не прийти попробовать него был тон не в лоджик еще какие-то другие программы когда ты полностью вникаешь другую программу ты начинаешь музыку писать совершенно по-другому сегодня Pi seguridad потому что я буду писать не только во в cap но и в Ableton и в лоджики любых других программах надеяться на то что люди которые пишут только в bug мог начать чего-то новому от меня в том числе те люди которые пишут только в dl немного только другой к этой программе попробовали что-то новое и основная здесь мысль о том что не хотят alum а реально каждая давка нужна для своей задачи если это действительно профессионал ты будешь работать в любой дафте ты рано или поздно столкнешься там с облтоном рано или поздно столкнешься с logic там если вы там будет маг есть рано или поздно так нужно про тулсом если будет куда дикий старый там дико старая студия какой-то проект буду огромный тоже с этим столкнешься в этом нет проблемы это наоборот классно когда-то видишь другой способ написания музыки например флка для меня сейчас удобно для тем что это спидранить очень удобно что такие быстро демки накинуть очень классно потом удобно тем чтобы делать sound design работать со звуком какие-то прикольные штуки создавать ложка удобен тем что создавать огромной оркестровки в большие какие-то треки с со сведением возможно там с попсовым треком так далее каждая давка подходит под свои задачи и более оптимизирована под свои какие-то нужны как мне кажется сейчас на данный момент и я хочу донести ребята не хотите друг друга реально можно объединяться не нужно говорить что и флка там какая-то школьная либо болтон какой-то некрасивая все это субъективно безусловно но самое главное что что в каждой программе выбирать для себя сам правда в том что выберите для себя самый удобный попробуйте то попробуйте то и здесь уже от вас зависит что вам больше всего понравится но каждая программа по-своему интересна и каждая уникальна основная мысль такая что нужно объединяться и не хейтите друг друга важно идти прогресс к музыке вместе и я надеюсь что этот ролик может вам в этом как-то лучше разобраться поэтому сегодня я хотел бы рассмотреть и фл куда ну и флку мы уже разбирали потому что дофига роликов и там есть подсказки можете посмотреть и как весь канал об этом хочу показать облтон и хочу показать лоджик какие есть прикольные фишки оттуда поэтому обязательно не пропустите следующие ролики давайте рассмотрим сначала облик потом лоджик и потом дальше и как можете заметить у меня три давки самые мои любимые сейчас на данный момент это флка на первом месте посередине слева облик и справа лоджик лоджик только на маках доступен поэтому если у вас нет маках к сожалению не получится проверить самому но лоджик реально очень крутой облик тоже такой средний вариант между флка и лоджиком я бы сказал итак облик вы открываете облик у вас такое окошко ничего не боимся нажимаем тап и вас открывается этот самый секвенсор слева у вас также как и в флке любом другой давки все возможные плагины а всякие сэмпл паки которые можно добавить просто нажать от фолдер выбираете ваш сэмпл пак и вот я в себя добавил как сэмпл пак его назвал тут все мне нужные сэмпл паке есть стандартные инструменты стандартные в стэшки в паблике очень крутые можно уже сам дизайнить справа тут вы находитесь чисто по трекам то есть тут миди все возможные синты вы можете добавить допустим захожу в инструмент забавляю wave table и у меня все выглядит нажимаете сюда на пьяно и от кнопки английской до кнопки л английской идет пьяно ролл в флке например это идет от z до буковки м там до точки от q до пешки то есть там в два ряда в облике в один ряд но за помощью z я опускаю октаву с помощью x добавляю и все очень просто переносить нажимаете хорус все сразу же открывается добавляете ревер все моментально прогружается потому что это стандартные плагины не требует никаких там загрузок и так далее все пошел уже сам дизайн можно добавить ампы вообще офигеть тотально вот и тем самым можно быстренько это все записать допустим вот вам этот звук вам понравился да вы нажимать сюда нажимаете на одну кнопочку нибудь сразу же все в паттерн переносите потом хоп вы там подставлять как вам нужно два раза нажимаете да если вам нужно это все принести в аудио очень просто нажимаете правой кнопочкой фриз трек control c control v и вот у вас переносится уже фрагмент главное чтобы тут было аудио а не миди и вот собственно вы открываете это все соло вот есть звук здесь он уже видно его можно транспозить понижать повышать и так далее все это быстро делается опять же тут все по-новому можно обработка опять вешать можно ревер пустить вот у вас супер обработка какая-нибудь бешеная там то есть в принципе здесь переносить все это с друг друга очень быстро можно если привыкнуть к интерфейсу это что касается вот был тонуски стандартных таких штук по интересным фишечкам допустим вас есть какой-нибудь drum loop да приносите на аудиоканал вливаете в соло и видите она немножечко кривое то есть их этики где-то неровные так далее вы можете нажать сюда и нажать command u либо alt u если вы на windows и здесь он хоп близко под подвигает как сетки видите он прям под один прям видно что есть квантайс такой вот и таким образом можно уже чуть ровнее до рамка идет это если опять же это необходимо при живой записи при записи синтов барабанов это очень выручает на самом деле очень сильно помогает это большой бонус также все это быстро можно например чопить например хочу вот эту штучку взять хоп принеси вот сюда допустим мне понравился хэд беру хэд и вот я отдельно уже беру этот кик и делаю с ним что хочу можно могу транспоузить могу с помощью шифта левую кнопку мыши расширять там двигать как я только захочу лишних нет вот этих вот анимации что меньше конечно лагает проц и так далее но при этом очень красиво все выглядит очень яркие цвета и это тоже визуально помогает лучше вникать в звук давайте теперь рассмотрим какие-нибудь базовые проекта вот погрузился проект полностью тут основные элементы какие я записывал живую гитару вот вниз вот эти две дорожки определяется bpm да там 120 в данном случае все это в группу идет групповая обработка у меня прокюшка 3 там далее процежка 2 очень удобно в группы определять так вот сворачивать потом идет внизу вокал тоже групповой вот и все и тут в принципе когда вы грубируете все эти штучки может также их называть как угодно там случае не нужен микшер он конечно есть право вот можете на тап нажать и увидеть микшер он тут не особо как все очевидно данном случае миша я думаю в абрике не особо прикольный не особо понятно возможно но от визуал именно по трекам очень удобно также можно все это сворачивать отворачивать то есть я записал бас-гитару вот эту и чтобы я точно попадал по сетке я control у нажал и он мне все заквантайзал в эфэлке мне пришлось бы все это вручную выставлять то есть при записи инструментов эфэлка проигрывает и был тон гораздо тут в плюсе но в эфэлке удобнее какие-то моменты споспедрану возможно делать но 8 8 поставить либо так просто как аудиосигнал либо через миди вот я добавил только что правой кнопкой мыши миди трек нажал сюда два раза и у меня открывается такого так ножка уже с самим сэмплом могу аншота сделать вот либо классический когда вы зажимаете и у вас звук зависит от того насколько долго вы нажимаете клавишу у аншота тогда нажимаете и она сама по себе играет вот в этом смысле довольно таки все тоже удобно вы можете написать комментарий что подробнее знать облике что вам интереснее давайте рассмотрим теперь лоджи какие у него основные фишки и так когда открываете первый раз logic пустой проект вас он предлагает что вы хотите добавить инструмент аудио или еще что-нибудь вы нажимаете create я пустой канал создаю обычно и какой кайф лоджика стандартные звуки здесь просто охрененские еще круче гораздо чем в облтоне на самом деле есть есть более живые инструменты такие как world так далее то есть китайские инструменты и просто поиграть поиграть надо сначала врубить конечно врубим врубая просто usb вот мне сразу сверху определяешь что в миде появилась и я уже играю по базам уже сразу же накидываются обработки то есть когда я выбираю либо пресет грубо говоря он сразу же ставит уже определенные обработки под это все это загружается в виде сэмплера то есть каждый отдельный звук загружается можно все настроить более детально как вам нужно из примеров также есть и сенты очень хорошие можно взять те же самые роутсы очень круто звучат также оркестровые достаточно хорошие есть очень круто нажимая на кнопку b могу выбрать стакката это будет у меня то есть именно детальная настройка уже самого инструмента пицката пальчиками там и на тремоло когда нажимаете одну клавишу и он нажимаете на рекорд сверху также подписываются еще аккорды я нажимал на педаль поэтому у меня проигрывается на полностью самый чем кайф piano roll есть еще есть скор вот этот скор вот видите он сразу же приносит это в нотки и эти нотки можно срендерить на самом деле можно так всегда файл нажать print и можно представлять в pdf нахрен вывести в а4 любой формат кровом нужен на принтер можно сразу же распечатать ноты это очень крутой буст скорости когда вы хотите делать оркестровки вы делаете это в миде для оркестровщиков для кинокомпозиторов вот это прямо большой буст я просто помню сколько я тратил на это сил когда нужно в живых инструментов все перевести тут вы потратите секунд пять а так бы тратили там час два три что конечно ускоряет гораздо работу также потом можно в pdf перенести и так далее вот короче скоро охрененная тема по сэмпл паком тут вот справа есть всякие лупчики и кто же можно все скачивать уже все готово можно взять какой-либо свой сэмпл пак также все это подгружать отдельно также сверху можно поставить какой-нибудь movie какой-нибудь видосик и прямо писать музыку под конкретный видос допустим взять медиа да там допустим фильмы что-либо то есть в данном случае я загрузил свой ролик где я сижу просто и могу прям поставить уже миди вот сюда прям более детально могу быть более крупно посмотреть пацан садится под грустную музыку получается вот так же тут все отображается где там я говорю что об одной очень важной теме вот открывая аудио тут звук тут могу и кюшку поставить могу заэквализировать по сути тут видеоредактор я бы сказал бы даже сразу ауди есть и можно в миде подставлять и гораздо удобнее чем в флке это сделано в оболтоне тоже довольно таки удобно но в лоджике как-то это все интуитивнее и проще лоджике именно саунд дизайн типа видит дабстеп и все такое не так удобно как в аблике я думаю то есть именно здесь оркестровки много паттернов и так далее очень круто здесь но возможности с тем чтобы удобно работать с сэмплом я не вижу здесь вот можно пару проектов показать что было понятнее всего допустим вот такой проект где именно такое прям приятное звучание такое около киношное все звуки стандартные можно нажать на x посмотреть микшер очень профессионально для на самом деле ничего такого здесь нет плагины эквализация отправка на басы где у вас там реверб и так далее идут то стерео а вот это общий мастер можно лимитер поставить принципе этого достаточно ничего сложного здесь принципе нет x нажимаем убирается буковку б более детальному посмотреть каждый инструмент более детального настроить z чтобы зазумить два раза нажать посмотреть piano roll как он открывается можно посмотреть отдельно скор можно более детального посмотреть в разных вариантах то есть если вы понимаете нотки это просто огромный кайф на самом деле так вот пример где я использовалась и миди одновременно и гитара 10 базовые инструменты пиано маримба немножко синтов и здесь гитара вступает я просто суммирую это все грубой канал очень удобно мило это все выглядит также себя панорама здесь видно громкость если нужно где-то что-то переписать большой кайф в том что допустим я хочу что-то записать здесь выбираю то что я записываю вот пошла запись и допустим я мне понравится что я сделал но при этом я хочу это оставить тоже какой кайф смотрите я могу открыть здесь и посмотреть какой теки хочу взять вот этот я хочу так взять или вот этот могу в любом случае там что-то пододвинуть могу так сделать например и в итоговом формате остается тот именно полный кусок то есть именно здесь в редакции аудио все очень удобно если мне нужно убрать я просто длиту его говорю длит то что вам нужно можно покрасить вот слева снизу можно заметить как вы хотите покрасить допустим вот так и потом эти же инструменты можно потом перекрасить все как вариант вот если вам действительно нужно какое-то визуальное прям понятное объяснение то вот она вот так вот все тоже все понятно выглядит и красиво но самый главный кайф выберите для себя то что он действительно удобно этот перформанс короткий который был в виде двух роликов таких это не значит что это все закончится я буду продолжать делать обучающие ролики по лауджу к паблику напишите свои идеи что вы хотите увидеть ясная моя идея что я не хотел привлечь к себе внимание скорее как проблеме того что люди привыкли мыслить стереотипами о том что вот нужно вот такую давку вот такая студия должна быть вот такой звук должен быть и так далее это не все неправильно нужно выбрать то что для вас удобнее например я работаю и в тех и тех пробках мел бы в ней так у меня супер неправильная остановка да там по обруду этот матрас стоит я не пока у меня не покупают музыку вот глушилки так далее потому что мне так хочется мне вот так удобнее мне так привычными так комфортнее работать я привык к такому звуку действительно и ровно такая же идея и было и в предыдущем ролике просто здесь более детальное раскрыл именно в проблеме с давками поэтому если вы музыкант и вы пишете музыку создаете ее общайтесь с другими музыкантами коллабите объединяйтесь это действительно огромный boost и это вызывает огромный кайф и наслаждение когда вы когда высадены мышленниками поэтому буду рад если вот мой канал будет какой-то такой boost это общего прогресса в плане отношений с друг другом как музыкантов ну и также для чего-то нового в жизни как новая давка на самом деле очень сильно при при загружает мозги в каком-то смысле ну и также мало материала по лоджику и по бутону не сильно много я поэтому хотел бы дополнить своим каналом это тоже поэтому впереди много новых крутых роликов полезных в том числе про всякие творческие штучки там и про написание музыки если вам что-то интересно детально напишите об этом в комментариях я все комментарии чеку и также был очень рад сказать об этом наконец-таки его спустя столько времени уже своего жизни канала потому что вижу в этом сейчас большую проблему и будьте реально уважительны с друг другом обдумайте то что вы говорите думать чем вы занимаетесь самое главное идти к своей мечте возможно будет трудно и тяжко но главное пробовать все что-то новое чтобы понять что вам ближе же ваших комментариев всех чеку один из ваших комментариев может быть стать тема для следующего ролика также подписывайтесь на мой инстаграм ссылочку в описании и также проживаю курсы по созданию музыки следующий набор будет в декабре там будет большой еще части про и болтон и филку благодарю до скорого